Хорошо, мы говорили о размышлении Слова Божьем, и мы описывали то, что вы дирижер симфонии своей жизни, и большинство людей, они просто позволяют вещам происходить, поэтому посмотрим здесь на некоторые места Писания, и первое, мы уже о котором говорили, это Первое Коринфянам 2, 16. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог Его инструктировать, а мы имеем ум Христов, мы имеем, но наша работа обновляет свой ум в соответствии со Словом Божьим, чтобы ум Христов мог проистекать через нас, и для этого требуется сделать определенные шаги. И один из шагов, о котором мы говорили, это размышление. Иисус и Навина, первая глава. Восьмой стих говорит, Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней, размышляй, день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, потому что тогда ты сделаешь свой путь успешным, преуспевающим, и тогда ты будешь иметь хороший успех. Заметьте, тогда, тогда, когда когда вы будете делать то, что в Слове Божьем, вы можете это делать только тем, когда вы размышляете над Ним. И это слово медитация, размышление в еврейском это слово дага. Это значит проговаривать, размышлять, думать об этом. Заметьте, это переведено здесь как в Короле Иакова версии, которые показывают просто разные аспекты этого слова, что вы себе это представляете, размышляйте, поучайтесь, проговаривайте, проговаривайте себе это. Это значит говорить, разговаривать, вслух произносить, и, как мы говорим, изучать. Поэтому это все аспекты этого слова размышлять, медитации. И заметьте, что один из самых главных аспектов этого слова значит говорить, говорить себе. Когда вы размышляете над Словом, вы говорите себе это Слово. И это принцип исповедания. Псалом, первая глава. Первый стих. Блажен муж, который не ходит на Совет Нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании Развратителей. Но в законе Господа воли его. И о законе его он медитирует, размышляет день и ночь. Заметьте, человек, который размышляет, медитирует день и ночь, благословлен. Второй стих. Я еще раз это скажу. Но воля его в законе в Слове Божьем и о законе его в его законе, в его Слове. Он медитирует день и ночь. Поэтому это постоянный процесс. И вы увидите через все Слово, когда мы будем смотреть на это. И идея это то, что вы берете Божье Слово, вы думаете о Нем, но вы начинаете размышлять о Нем и вы начинаете говорить его себе. И вы постоянно это делаете. И это часть процесса обновления ума. И когда вы это делаете, то вот эти вот нейропути в вашем мозге они укрепляются, они меняются в большинстве случаев, но это постоянный процесс. И в третьем стихе и он будет как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время. И лист, которого не вянет, и во все, что он будет делать, он будет преуспевать. Теперь это удивительно. Я пока об этом много не говорил, но написано, что он будет как дерево. Если вы медитируете, вы думаете, размышляете о Слове Божьем, вы будете как дерево. Я думаю, что вы знаете часть из этого. Но если вы посмотрите на нейроны и то, как они сотворены, то каждый нейрон выглядит как небольшое дерево. Оно выглядит как дерево, на котором нету листьев. И мы можем сказать, что нейрон сам по себе как дерево, и когда вы думаете мысли, особенно когда вы говорите их, то из-за этого на каждом дереве растет что-то. И то, что растет на этом дереве, это ветви. И ветвь И ветвь — это мысль от той мысли, которая там была на дереве. Поэтому нейрон выглядит как дерево. И это оригинальная мысль, первоначальная мысль. И всякий раз, когда у вас есть следующая мысль, которая идет с этой первоначальной мыслью, растет ветка на этом дереве. Поэтому вы можете сделать это дерево сильнее тем, что вы будете думать об этом не сразу в одно и то же время, но постоянно и на протяжении времени. Если вы будете это делать, это будет укреплять дерево, потому что будет больше там листьев. И помните, что для мысли нужно место в вашем мозге. Поэтому ваши мысли, они занимают это место. И всякий раз, когда вы думаете о новом мысли, которая присоединена к этой первоначальной мысли, то вы тогда добавляете ветку к этому дереву. И то, о чем больше времени вы думаете, это будет более сильным деревом и будет иметь больше всего ветвей. Вот поэтому они будут занимать больше места. И это какой ум вы будете иметь. Теперь со всеми этими деревьями, мы немного ранее об этом говорили, ученые говорят, что у вас есть 100 триллионов нейронов. Поэтому это 100 триллионов деревьев. Теперь, каждое дерево оно может иметь ветви. И чем больше вы думаете об этой мысли, тем больше ветвей там есть. И каждое дерево, каждый нейрон может иметь от 70 тысяч этих ветвей. Теперь мы говорим, что не только у вас есть 100 триллионов деревьев там, но у вас есть 100 триллионов деревьев с возможностью иметь 70 тысяч ветвей на каждом дереве. Поэтому это 70 тысяч умноженное на 100 триллионов. Вот так наполнен ваш мозг. И каждая из них это мысль. Поэтому, чем больше вы будете думать о чем-то, тем больше это дерево будет занимать место там. Теперь, это также то, как дьявол он обладает кем-то. А он приходит с мыслью. И он приводит человека, чтобы он думал об этом. И они начинают вот этими мыслями завладевать. они воспроизводят это дерево, они делают это дерево там. И они хотят, чтобы это дерево имело так много ветвей, как только оно может иметь. И когда у вас есть два или три дерева со всеми этими ветвями, которых там много, то тогда это занимает больше места уже. И потом дьявол начинает говорить о других сферах этим людям. И он пытается соединить эти сферы с теми сферами, которые уже были насаждены там. И каждый шаг, который был сделан в этом направлении, он получает в этом больше контроля. Он имеет больше влияния в вашей жизни. И это называется обладание. Вот почему избавление в большинстве своем имеет дело с душой. Потому что в этом смысле душа присоединена к дьяволу. Дьявол не обладает вашим духом. Поймите, если вы христианин, и Бог сотворил заново ваш дух, дьявол не может к этому прикасаться. Если он убеждает вас убить себя или любое повреждение сделать, он делает это через работу с вашей душой. он не обладает вашим духом, не завладевает им. А он завладевает душой, вашим разумом. Поэтому, когда вы изгоняете дьявола, вы не изгоняете его из духа. если что-то вы изгоняете из плоти, или из души, вернее. Вот почему христиане могут технически быть обладаемы. Вы понимаете это? Это в плоти или в душе, но не в духе. Помните это. И дальше смотрите. И мы хотим пойти дальше к 62-му псалму. Псалтере 62, первый стих. Теперь я хочу показать вам о том, что Библия говорит, как обновлять наш разум. Первые три шага это повторение, частота, постоянство. Это значит время. Теперь смотрите следующую часть. Псалм 63, первый стих. О Бог, Ты Бог мой. Рано. Это значит каждый день. Постоянство. С ранней зари. Это значит, когда Он делает каждый день. Я ищу Тебя. Я помещаю свой разум на Тебя. Он говорит, моя душа она жаждет Тебя. Заметьте, что Он не говорит, я жажду. Он говорит, душа моя жаждет. Он говорит, о части Его, которая не является Им, но это часть Его. Моя плоть томится или сильно желает Тебя, как в земле пустой, где нет воды. Чтобы сделать что? В третьем стихе сказано. Чтобы видеть силу Твою и славу Твою. Как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Мои уста будут прославлять Тебя. Заметьте, каждый день, рано, Он свой ум помещает на Бога. И Он направляет душу свою к Богу. И Его уста прославляют Его. Что Он делает? Это соединяется и привязывается к Филиппийцам 4. Чтобы благочестие только благочестие только хвала. Только думайте об этих вещах. Что Он делает? Он думает о Боге. Он говорит вещи Божьи. Он говорит хорошие вещи. И заметьте, Он говорит, что Он не говорит, заметьте. Он не говорит, что с раннего утра я изливаю свое сердце Тебе. Я все свои проблемы к Тебе приношу. Я хочу первые несколько мгновений провести в том, чтобы вопить и жаловаться Тебе. Нет, Он не говорит этого. Он говорит, с раннего утра Он встает, я встаю, я буду устанавливать свой ум на Тебе, я буду открывать свои уста, я буду говорить хорошие вещи. Что Он делает? Он устанавливает свой день. Он вначале берет контроль над мыслями. Теперь Он не был рожден свыше таким образом, как мы. И Он мог идти только так далеко с этим. И смотрите, что дальше сказано. И Он делает так. Он говорит, я благословлю Тебя и буду благословлять Тебя в жизни моей. Я буду возносить свои руки к Тебе во имя Твое. Моя душа будет насыщаться туком и елеем. Это хорошие вещи. И мои уста будут прославлять Тебя с радостным возглашением. И заметьте, Он уже говорил что с раннего утра потом Он говорит в пятом стихе что я буду вспоминать в седьмом стихе когда я буду брать свои мысли и вспоминать об этом когда я буду вспоминать о Тебе на постели своей и буду медитировать о Тебе в ночную стражу. Он говорит когда я встаю я буду медитировать о Тебе. Я буду говорить хорошие вещи когда я иду, ложусь я буду медитировать о Тебе. Что Он делает? Он делает Иисуса Нави на первую глобу. Он день и ночь медитирует о законе Его. Поэтому Он говорит я останавливаю свой ум и мы, нам было сказано что мы имеем здравый ум мы имеем организованный дисциплинированный ум и Он говорит потому что Ты помощь моя поэтому в тени крыл твоих я возрадуюсь. Псалм 77 76-й Псалом 12-й стих Я буду медитировать также о делах Твоих. Что Он говорит? Помните, что Бог сказал о бытие? И увидел Бог и это было хорошо. И увидел все дела рук Его и это было хорошо. Правильно? Так там сказано? Теперь смотрите здесь Я буду медитировать также о всех делах Твоих. Что Он говорит здесь? Я буду медитировать о хороших вещах. Все, что хорошо. Павел говорит думайте об этом медитируйте об этом и Я буду говорить обо всех Твоих делах. Псалм 119 и 118-й Псалом 15-й стих Я буду медитировать я буду медитировать о заповедях Твоих. Еще раз Он говорит Он делает Иисусу Навин 1 Он медитирует день и ночь о Слове Божьем и я буду смотревать на пути Твои или буду уважать Твои пути. И это слово здесь размышлять медитировать, вернее. Сиах Это слово сиах это значит говорить размышлять это значит разговаривать с собой вести разговор с собой понимаете? Это иметь разговор с самим собой говорить себе Он говорит это Он говорит себе вот что я буду делать я буду медитировать я буду говорить Бог, я буду говорить себе обо всех Твоих законах я буду говорить себе обо всех Твоих хороших делах и Он говорит Богу я буду говорить себе и несмотря на это сегодня люди когда вы исповедуете слово люди говорят ты что сам с собой разговариваешь? только сумасшедшие люди сами с собой разговаривают нет это не так только правильные здравые люди с собой разговаривают если вы не будете сами с собой разговаривать с Словом Божьим то вы тогда сумасшедший человек потому что Бог сказал размышляй над Моим медитируй над Моим Словом и тогда ты сделаешь свои пути преуспевающими и ты будешь иметь хороший успех это не делает сумасшедший человек поэтому если вы не хотите быть сумасшедшим начните говорить к себе и говорите себе Словом Божьим некоторые из вас когда вы начнете говорить с собой это может быть самая интеллектуальная беседа которая у вас была за долгое время просто я вам говорю преимущество этого заметьте в 118 в 148 мои глаза они предваряют утреннюю стражу чтобы я медитировал в Слове Твоем и другими словами я буду продолжать не спать я буду продолжать бодрствовать во время ночи просто чтобы я мог медитировать над Твоим Словом Господь просто что я мог говорить Твоё Слово себе чтобы я мог разговаривать с собой и я буду не спать всю ночь просто чтобы я мог разговаривать с собой в отношении Твоего Слова и заметите что здесь сказано день и ночь даже тогда когда я уже должен спать я буду медитировать над Твоим Словом здесь это то же самое Слово которое говорит иметь разговор с собой и также это Слово обозначает громко говорить слух Слово 118 Псалом 62 в полночь я встану чтобы благодарить Тебя благодарить Тебя за Твои праведные суды заметьте в полночь и вам нужно помнить что в дни Давида когда заходило солнце большинство людей они шли ложиться спать поэтому полночь это было уже посреди ночи поэтому называется полночь и это посредине но он говорит что полночь я встану специально потому что я хочу делать то что Ты мне дал инструкцию для Чего из-за Твоего Слова я установлю время и в полночь посреди ночи я встану я пойду и буду говорить о том что Ты сделал поэтому он здесь говорит о Боге с утра рано мы видим каждое утро и также поздно ночи когда он ложится и в течение всего дня и потом полночь он специально встает для того чтобы идти медитировать опять на Словом Божьем что он делает он постоянно держит Слово перед собой вот это медитация и один из хороших образов которые могу описать медитацию со Словом это пропитаться для того чтобы медитировать это значит быть пропитанным когда Вы медитируете над Словом Вы пропитываете себя Словом и Вы говорите и Вы приходите в момент где Вы постоянно говорите и Вы начинаете говорить это и когда Вы это делаете это становится частью Вас теперь поймите Иисус сказал не делайте плохой репутации Вы говорите но Керри не делайте плохих повторов Иисус сказал но Керри ты же сказал нам повторят это так но Я не сказал Вам делать впустую эту практику потому что эта практика эти повторения это когда говорите слова которые впустую ничего не значат это непродуктивные слова или те которые слова вы берете не имеют значения но Вы приходите и приводите в привычку говорить их так часто что они для Вас теряют свой смысл и тогда опять-таки это для Вас становится пустым повторением поэтому Вам нужно использовать слова Слова Божьего которые не пустые они никогда не перестают иметь свою цену но также Вам нужно держать себя сохранять себя постоянно возогретым чтобы Вы не просто простые слова говорили но Вы говорите их так как Вы имеете в виду и когда мы делаем нашу библейскую школу в Далласе мы делаем ее с 8 утра до полдня вот это вот время наших занятий но все студенты приходят туда на полчаса раньше и когда они туда приходят первое что они делают они молятся на языках потом мы приводим их в то положение где они начинают исповедовать кто не во Христе это то для чего была эта книга написана помочь им делать это и потом после того как они уже делают это на протяжении 20 минут то мы берем все молитвенные просьбы которые пришли нам через электронную почту или через звонки и мы каждому студенту и каждому отдельно студенту пока все остальные слушают теперь они возогреваются их вера возогревается и они начинают говорить и они пишут вот эту молитвенную просьбу и они говорят об этой молитвенной просьбе и они говорят что этот ребенок который был рожден без мозга во имя Иисуса ты будешь жить и не умрешь во имя Иисуса будь восстановлен мозг будь восстановлен и сделан целостным во имя Иисуса и когда они это говорят все остальные студенты они говорят то же самое и они начинают повелевать жизни и они делают это для каждой молитвенной просьбы и это те же молитвенные просьбы которые они дублируют для меня и они каждый день их дают для меня и потом я иду и также молюсь за них но я хочу чтобы студенты привыкли к этому и они начали проговаривать и прозглашать это и это то как мы начинаем утром тем что мы высвобождаем пленных мы служим исцелением мы выстраиваем себя назидаем на святейшей вере моля святым духом говоря и признавая все хорошее что в нас во Христе Иисусе и к тому времени как мы начинаем наши занятия они уже в огне и они готовы идти принимать вещи Божьи это то что мы делаем каждый день и это то как я начинаю свой день я больше уже не использую эту книгу потому что мне это не надо потому что она не просто там записана она уже здесь и она здесь и я это просто проговариваю слово Божье оно должно быть в вас в такой степени что когда вы открываете свою уст оно проистекает через вас и вам не нужно остановиться и думать и вам не нужно пытаться там думать где же это местописание это должно быть такой часть у вас что когда кто-то вас вдруг испугает вы не подпрыгиваете и говорите что-то плохое вы говорите что-то хорошее почему потому что это избытка сердца говорят уста есть проповедники если вы будете стоять за ними когда они проповедуют и в какой-то там издадите звук из трубы то вы можете узнать что в них еще находятся еще какие-то вещи которые начнут выходить аминь нам нужно осознать то что внутри нас находится и послушайте когда есть давление когда дьявол вас сжимает то должно выходить Слово Божье из вас точно так же как с зубной пастой когда вы ее выдавливаете то должна выходить из вас Слава Божья аминь вам нужно научиться хвалить его вне зависимости ни от чего потому что все могут хвалить его когда все хорошо вера делает то же самое говорит одинаковые вещи неважно хорошее происходит или плохое только Слово Божие высходит из ваших уст аминь теперь заметьте тут дальше он говорит Псалма 5 в первом стихе втором стихе преклони услышь Господи слова мои и уразумей мое помышление понимаете какие взаимоотношения были у Давида с Богом что он вставал с утра и он говорил Бог послушай послушай о чем я размышляю послушай об этом размышлении послушай о чем я размышляю послушай а что я говорю послушай близко Бог потому что я благословляю тебя потому что я хвалю тебя Я благодарю Тебя за Суды Твои. Я благодарю Тебя за благословения Твои. Послушай мою медитацию, Бог. Аминь. Вот такую медитацию вы должны иметь. Вот тот разговор с Богом, который вы должны иметь. Послушай это, Бог. Я думаю о том, как сильно Ты благословил меня. Я говорю о том, как много Ты сделал хороших вещей в моей жизни. И я благодарю Тебя за них. И я думаю о них. И я помню, когда этот лев пришел. И Ты избавил меня от него. Я помню, когда пришел этот медведь. И Ты избавил его от меня. Я помню, когда Голиаф появился. И Ты его также предал в руки мои. И я благодарю Тебя, Господь, что лев не мог меня забрать. Медведь не мог меня забрать. Голиаф не мог меня забрать. И нет ничего, с чем я могу встретиться сегодня, не заберет меня. Потому что Ты во мне великий и более всего, чем я могу встретиться сегодня. Поэтому, дьявол, послушай. Я устал. И я иду на Твой путь. И я иду на Твой путь. Поэтому тебе лучше сейчас быстро убежать и спрятаться. Потому что ты убежишь, страхи. Потому что я здесь, чтобы побеждать. Потому что Бог со мной. Так что дьявол. Давай отступай. Руй и прячься. И будь в великом страхе. Потому что он более великий здесь, чем ты. И его имя Иисус. Аминь. И когда вы начинаете говорить таким образом. Просто наблюдайте, что Бог тогда сделает в вашей жизни в этом дне. И вы должны это делать сразу же, когда открываете глаза с утра. Это должна быть первая вещь, которая исходит из ваших уст. Потому что так много людей. Когда вы открываете в понедельник с утра свои глаза. Не вот это выходит из ваших уст. Вместо этого, о Господи. Понедельник. О Боже мой. Избавь меня, пожалуйста, от понедельника. Нет, это не эту медитацию вы хотите иметь. И это не та медитация, которую Бог хочет, чтобы вы имели. Ваша медитация перед Богом должна приводить Бога на небесах И такие, когда он говорит, ангелы, а ну всем тихо. Тихо, перестаньте петь. Слушайте это. Давайте, послушайте это. И все ангелы слушают. И вы начинаете прославлять Бога. Вы начинаете медитировать в вещах Божьих. И ангелы. Они будут смотреть на тебя. Они будут говорить, о, хотел бы я быть человеком. О, хотел бы я просто прославлять Бога Без того, чтобы просто быть запрограммированным на это. Я не понимаю, почему они тебе нравятся, Бог. Но я точно хотел бы быть одним из них. Потому что вот это точно такая классная медитация. Вот что вы хотите, чтобы делали небеса. И вы хотите, чтобы дьявол со всеми своими бесами он собирались вместе и показывали на вас. И он говорил им, видишь этого христианина? Избегай его любыми способами. Не приближайся близко. Потому что он изгонит тебя. Он будет по твоей голове топтаться. Вообще, даже близко не приближайся. Если ты хочешь сегодня пойти обладать кем-то, если этот человек приблизится к тебе, просто будь тихим. И надейся, что он тебя не увидит. Потому что если он тебя увидит, то весело тебе от этого не будет. Он будет использовать это имя. Вот что происходит, когда дьявол слышит имя Иисуса. Они трясутся от этого имени. Не позвольте ему использовать это имя к вам. Просто тихонько там оставаться. Не позволяйте кому-то узнать, что ты там. Делай свое самое лучшее для того, чтобы человек, которым ты обладаешь, молчал и ничего не говорил. Потому что если тот христианин узнает, что ты там, он прямо тебя в тот же момент изгонит. Поэтому давай подальше от него будь. На самом деле, ни с кем, даже из его семьи, там не пересекайся. Потому что ему будет очень... Он очень расстроится. И он не просто тогда, когда рассердится тебя и изгонит. Он будет преследовать тебя. И будет продолжать топтаться на твоей голове. Только из-за того, что ты пытался что-то сделать там с детьми его. Поэтому избегай его. И все, кто у него есть. Потому что у них своя банда. Он знает, как прославлять Бога. Посреди всего. И нет ничего, что у нас есть, которое бы срабатывало против него. И когда дьявол начнет говорить о вас таким образом, то тогда не произойдет, так как произошло с семью сынами Скифа. Иисуса, которого мы знаем. Павел, мы знаем. А ты кто? Нет, это не то, что вы хотите. Вы хотите, чтобы дьявол сказал, Иисуса знаем, Павла знаем. И мы знаем и тебя тоже. Поэтому мы теперь уйдем. Всем спасибо большое, до свидания. И они уйдут. И даже не дают вам шанса, чтобы вы их изгнали. Я был на встречах, где люди приходили на эти служения. И люди приводили их на служения. Потому что у них были бесы. И когда они входили в дверь, человек становился вдруг нормальным. И люди думали, о, посмотрите на это помазание. Это не было помазанием. Дьявол просто был достаточно умным, чтобы не показываться в этом человеке. Он просто ждал там на парковке. И он просто ожидал дьявола на парковке, и хотел на него обратно залезть, когда он туда приходил. Потому что он знал, что если дьявол придет вместе с этим человеком, сюда-то его точно изгонят. Ведь бесам не нравится, когда их изгоняют. Поэтому не просто вам нужно изгнать их. И вам не просто надо будет изгонять их. Иногда они сами будут убегать, когда у вас будет такая репутация. И то, как вы получаете такую репутацию в Аде, это когда вы становитесь в серьезном отношении Бога. Вы серьезны в отношении Его Слова. Вы делаете то, что оно говорит вам делать. И не отступайте, пока результат не появляется тот, который вы сказали должен быть. Если бы Бог удерживал слова Самуила, то он будет исполнять ваши слова. Потому что у вас есть лучший завет на лучших обетованиях, который имеет лучшего первосвященника. Аминь. Поэтому он будет держать ваши слова. Аминь. Теперь посмотрите, что сказано. Преклони свои уши к словам моим, Господь. И уразуми мое помышление. Внимли глазу вопля моего, или глимни глазу моего провозглашения. Царь мой и Бог мой. Потому что я молюсь Тебе. Мой голос. Ты услышишь с утра. О, Господь мой. Рано. Я свои молитвы направлю к Тебе. И я буду ожидать. Потому что Ты Бог. Не любящий беззаконие. И зло не водворится у Тебя. И сто восемнадцатый Псалом. Сто шестьдесятый стих. Помните, о чем мы говорим. Мы говорим об обновлении ума. Медитировать над Словом Божьим. Чтобы медитировать. Вы медитируете каждый день. Вы разговариваете с Себе каждый день. О Божьих вещах. Теперь заметьте. Повторение. Частота. Постоянство. Частота. Это значит, как часто. Смотрите. Сто шестьдесят первый. Сто шестьдесятый стих. Основание Слова Твоего истины. И вечен всякий суд правды Твоей. Принцесс. И все князья. Они безвинно гонят меня. Но сердце мое стоит твердо в Слове Твоем. И я радуюсь в Слове Твоем. Как получивший великую прибыль. Я ненавижусь и гнушаюсь ложью. Но Твой закон я люблю. Дальше посмотрите. Семь раз в день. Я прославлю Тебя. Из-за Твоих праведных судов. Сколько раз в день мы должны медитировать на Словом Божьем? Тут прямо нам сказано. Семь раз в день. И вы знаете, есть люди по всему миру. Которые молятся и взывают. А они каким-то городам говорят. Там несколько раз в день. Некоторые три. Некоторые пять. Он говорит, нет, три этого не сделают. Почему? Потому что мой Бог более великий. Мне нужно делать это семь раз в день. Потому что он намного больше, чем все эти ложные идолы. Поэтому мне нужно ему поклоняться семь раз в день. Семь раз в день я остановлюсь и буду прославлять его. Потому что какую частоту мы должны использовать чтобы обновлять свой ум? Мы должны брать то, о чем мы медитируем и сделать это семь раз в день. И вы можете свой телефон везде десять часы, поместить будильник, и когда он начнет напоминать вам своим звонком, прославлять Бога. Вам не нужно это делать слишком долго. Просто можете на протяжении минуты. И этого достаточно. На самом деле ученые говорят, что после трех дней, когда вы развернули уже свой мозг, и вы уже направлены правильно в направлении, то вы берете то, о чем вы медитируете, и если вы будете проговаривать, думать об этом, даже если вы сможете записать это, на протяжении семи минут, каждый день, то ваш ум будет обновлен. Просто семь минут. И об этом говорят ученые. Семь минут в день все, что понадобится. И здесь сказано, семь раз в день. Библия об этом знала еще до того, как об этом узнали ученые. Просто одну минуту на это возьмите, и семь раз делайте. И начните проговаривать Слово Божье. И проговаривайте его правильно. И я покажу вам, как это делать. И это будет обновлять ваш ум за 21 день. Вы будете это делать в течение 21 дня, то ваш ум будет полностью обновлен в той сфере, которую вы возьмете. Это ученые. Ученым надо было склониться перед Библией. Вы видели этих людей, которые писали книги? И они пишут книгу еще до того, как у них вся эта информация. Потому что они хотят быть первыми, которые выпущут эту книгу. И потом за следующий год им нужно будет переиздавать эту книгу, потому что неправильно там в этой книге они узнают. Вот в чем проблема с наукой. Они говорят что-то, что не согласованы со Словом Божьим. И всякий раз, когда они говорят что-то, что не согласованы со Словом Божьим, им приходится писать другую книгу. Им нужно обновлять свою книгу. Потому что они узнают, что они были неправы. Поэтому если вы просто возьмете эту книгу, Библию, то вам не нужно будет никогда там переписывать что-то в ней. Почему? Потому что когда вы начали с истиной, то вам никогда не нужно будет что-то менять, чтобы адаптировать это к истине. На протяжении 20 лет назад я написал первую БТИ брошюру. И мне не надо было там ничего изменять. На протяжении 20 лет нам не нужно было там ничего писать. Почему? Потому что я не спрашивал у человека ответа. Нет, мы ходили к Богу. Мы в Его Слово пошли. Мы говорили только то, что говорит Его Слово. И это всегда доказывало свою правоту. И никто никогда не мог даже сделать хороший аргумент, чтобы поспорить по поводу того, что в этой книге. Они не могли найти ничего, чтобы не соответствовало со Словом Божьим в брошюре. Когда вы начинаете с истины, то вам никогда уже не нужно ничего потом адаптировать из-за того, что истина говорит по-другому. Начинайте с истины. Оставайтесь в истине. Есть очень много всего там. Это вас, вы будете занятым на протяжении всей своей жизни, если этим займетесь. И нам нужно закончить это. Поэтому мы прощаем еще одну вещь, и мы пойдем. И я вам говорил об этом. Я вам говорил сейчас все из Ветхого Завета, все стихи. И я вам дам одно из Нового Завета. И мы будем об этом говорить. Первое Тимофея. Четыре. Одиннадцатый стих. И Павел говорит, эти вещи возьми и повелеваю. Павел говорит, он говорит своему протеже, своему ученику Тимофею, он говорит, эти вещи повелевай и учи. Он не сказал, что предложи. Он сказал, повелевай. Он делает повеления, а не предложения. Первое. Чтобы никто из людей не пренебрегал юностью Твоей. Но будь примером для верующего. В словах. В том, что ты говоришь. В разговоре в твоем жизненном стиле. В твоей добродушности, в любви. В духе, в вере. В чистоте. Он сказал, до того времени, как я приду, то занимайся чтением, превозношением, наставлением, учением. Уделяй время этому, внимание этому. Тимофей. Не пренебрегай даром, который в тебе, который был дан тебе через пророчество, через возложение рук священства. Verse 15. Meditate upon these things. Give yourself completely to them. Don't hold back anything. Immerse yourself. Go all in. Don't hold back so that you're profiting. may appear to all. Потому что твой успех будет для всех очевиден. Notice here. Заметьте здесь. Павел говорит, Тимофей, if you do these things, if you meditate upon these things, people will see your profiting. Люди увидят твой успех, твой преимущество. If you're profiting, what are you doing? Если вы имеете эти преимущества, что вы делаете? To profit is to prosper. А иметь успех, быть успешным это преуспевать. He's saying, Timothy, if you meditate, if you meditate, you will prosper. То ты будешь преуспевать. How is he going to prosper? How is he going to prosper? Is money going to pile up? Is money going to pile up? Is money going to pile up? No. He said, you will prosper in all these things. He said, you will prosper in all these things. Then, Joshua said, you will make your way prosperous. Then you will have good success. When? When you meditate. Paul is telling Timothy what God told Joshua, you do it. Meditate. Give attendance to doctrine. The word of God. and when you do, you will prosper. You will prosper. God will, everyone will see what God is doing in your life. When you meditate. God's light shines upon you. God's light shines upon you. To the degree that everyone will see. To the degree that everyone will see. You're prospering in the things of God. Meditation. Is a Bible principle. It's a Bible principle. Not Old Testament. Not New Testament. Not New Testament. The whole Bible. It's a Bible principle. We are told. Meditate God's Word. And you should do it. Seven times a day. For at least a minute. For at least a minute. Now here's a challenge. I challenge you. Pick a scripture. One that applies to you that you need in your life. You can apply for yourself what you need in your life. Whatever it is. Whatever it is. By His stripes I'm healed. My God will supply all my needs. You pick. I challenge you. Take one minute a day. One minute. Seven times a day. Начните медитировать for one minute seven times a day. Here's the challenge. Try to only do it. Попытайтесь это делать только one minute at a time. то есть один раз и на протяжении минуты. You won't be able to do it long. Seven раз в день. И вы не пройдет много времени. You'll meditate a minute. You'll meditate a minute. The blessing of God will actually come upon you. And you'll want to stay there longer. And it'll go to two minutes. Five minutes. And pretty soon you have to learn how to meditate the scriptures while you're around people. While you're talking with people. And while you're talking with people. You're meditating the scripture at the same time. You talk with people with your soul. You talk to God with your spirit. You can carry on two conversations at the same time. Well, I've been here preaching to you all these last few days. At the exact same time that I'm talking to you. And it's exactly the same time that I'm talking to you. God and I are having a conversation in the spirit. And he brings things out. And he brings things out. And while he does. And while he does. He says it. He says it. It comes out of my mouth. It comes out of my mouth. It goes from my spirit to my soul, to my mouth. And it comes out. And all of a sudden I want to stop and make notes. And all of a sudden, I want to stop and make notes. Why? Because the word of God is alive. This is how you meditate the word. And pretty soon you're meditating and you're studying and you're looking and you're talking to God. and all of a sudden and all of a sudden it's everything you do. You never stop. And you live in the conscious, manifest presence of God. And that's where you're supposed to live. Amen? Amen. Pastor. God bless you. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, Ира. Hallelujah! Слава Иисусу! Hallelujah! Слава, слава Иисусу! Ну, смотрите, две вещи, которые я хочу здесь сказать. Действительно, практика, она очень важна каждому из нас. И если ты этого не практикуешь, то твои и мои знания в таком случае тогда ничего не стоят. Поэтому нам нужна практика. Как ее делать? Просто делать. Деяния апостолов были написаны, потому что апостолы делили. Без деяния апостолов деяния не было бы написано. Они не просто знали, они не просто там смотрели, они что-то делали. Это близко к даянию, да? Хорошо, давайте мы сделаем посев сегодня еще раз. 14 тысяч мы собрали утром. Слава Иисусу! Но для тысячи людей это маловатенько, по 14 гривен в среднем. Значит, кто-то дал больше, а кто-то не подумал, что это нужно сеять. Зерно имеет жизнь. Поэтому бери в твою руку то, что можешь взять, и скажи, Господь, я сею. Я сею в Твое царство, я сею в это служение, я сею с верою, немало не сомневаясь, зная, что ты верен, и ты воспроизведешь посев этой праведности в славе Иисусом Христом. И я благодарю Тебя, что у меня есть возможность говорить сегодня через мое даяние слова любви в это служение во имя Иисуса. Аминь. Вы можете пустить ведра и... Не, не мечом, инструментом, хорошим инструментом. И у меня родилась идея это выпустить хорошо и в множественном числе. И... Пока вы жертвуете, я покажу это. А... Керри забрался этот микрофон. Он ушел с... Не осталось у вас. Просто мне руки нужны свободные. Аллилуйя. Да, подержи, Милексей. Пока вы смотрите. Просто инструмент потрясающий. Который верю, что поможет сегодня многим из нас. Скажите, какая из этих карточек больше? Интересно, да? Мы бежим тут на одной карточке молитвы покаяния, на другой молитвочи наш. И хороший момент для начала разговора с любым человеком. В любом месте. Круто? И мы делаем это на пластике. Классно, да? Еще нет, но это с Америки пастор привез. А я думаю, что что бы нам не сделать с пластика. Вечер, да? Никакой иллюзии. Смотрите. Вопросов нет, да? Вопросов нет. А вот так вопросы появляются, да? Спасибо. Я думаю, что это хороший инструмент, да? Вот кому-то есть проблема подойти с кем-то заговорить. Ну, кто-то знает, да, о чем я говорю. А вот можно спросить у тебя, да? И ты подарил человеку хорошую игрушку. И он теперь ходит и анализирует. Он в самом начале не понимает, что там молитва, чинаш, молитва. Господи, прости мои грехи. Адрес церкви, да? Телефон. Аллилуйя. На самом деле, но я верю, что в сегодняшнее время, в котором мы живем, нам нужно практиковать вещи, которые нам нужно практиковать. Это проповедь Евангелия. Евангелие, это всегда радостная весть. Когда мы людям не приносим радостной вести, тогда люди отворачиваются от нас. Поэтому для человека грешника радостная весть, что у него есть шанс прийти на небо. Для больного человека радостная весть, Иисус исцеляет. Для зависимого человека радостная весть, Иисус твоя свобода. Для человека одинокого, он твоя семья. И так дальше. И если мы не научимся людям приносить радостную весть в их жизнь, мы не принесем изменения в этот мир. Поэтому я благословляю, чтобы ты практиковал это. Иди и практикуй. Радостная весть, она изменяет людей, она меняет жизнь, она меняет вообще хождение с Богом. Отец, мы благодарим тебя за этот посев, мы благодарим тебя за жатву, которая есть в этом семени. Мы благодарим тебя за урожай, который приходит из-за твоей верности в жизнь моего брата и моей сестры. И я благословляю каждого из них ходить в вере и пожать твою жатву, и пусть их руки не ослабеют, но пребудут в вере и пребудут в силе твоей во имя Иисуса. Аминь. У нас небольшой перерыв и мы встретимся утром в девять. С восьми зал будет открыт. Приходи на молитву, поклоняйся Господу и с утра пастор начнет учить. Бог да благословит вас, благословляйте друг друга, несите мир, несите благодать, отдохните хорошо, наберитесь силы и придите с желанием принимать. Аминь.